Народ, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и возможно, как вы уже догадались, у нас сегодня рубрика реплей. И даже если не догадались, знайте, у нас сегодня реплей и кто бы мог подумать, пацаны, кто на этом танке будет катать? Конечно же я. Ребят, ну я просто-напросто, ну не мог я пройти мимо такого годного боя. Действительно, если вам бой показался говном, смело об этом так и напишите. И ТВП-5051, тот самый танк, на котором будет этот бой по-настоящему, я считаю, самым токсичным средним танком на 10 уровне, а возможно, в принципе, самым токсичным танком на 10 уровне среди всех вообще типов техники. Ну понятно, что бабахи там всякие, есть 40.05, которые тоже могут поконкурировать с токсичностью, но, ребят, ТВП-5051 в руках мастера, этот танк просто уничтожает все вокруг. А если ты, не дай бог, такого же еще имеешь со взводного, пацаны, вы в два барабана уничтожаете вообще, вот просто, как, наверное, смерч, все на своем пути, потому что у вас примерно выходит где-то, наверное, две тысячи с половиной урона на два танка. Ну, если, конечно же, повезет. Коды между снарядами и топовые, пацаны, но вот коды барабана просто мучительно долго. И если ты новичок и играешь на ТВП-шке, то, вероятнее всего, вот в те 20 секунд, даже 20 с небольшим, ты, наверное, не найдешь себе применения. Итак, пацаны, прежде чем я хочу показать вам бой, ну, ребят, бой топовый, действительно, он такой, у меня, наверное, один, единственный, особенно на этом танке. Ну, бой на батчате мог бы конкурировать, а вот, например, бой на СТБ-1, как мне кажется, был немножечко подкрученным, потому что там в конце был еще я, ФК-шник. Вот, я специально для вас оставлю вот в конце где-то видео, наверное, вот подсказку на именно два боя на бате, где я слил, блин, и на СТБ-1, где максимальное количество урона у меня по аккаунту. И вы сравните его с этим боем на ТВП. Итак, я немножечко отвлекся, давайте по техническим характеристикам ТВП-шки, и дальше уже покажу, конечно же, бой. Итак, что мы имеем, ребят, на самом деле танк изумительный во всем, практически, если ты сможешь его применить. Прочность 1961, и у меня стоит, как бы, в оборудке, ну, на дополнительное количество ХП, и 111 ХП дополнительно я имею. Ну, я не знаю, может быть, это лишнее. Ну, про броню, я думаю, что говорить не стоит, но даже оно может иногда танковать. Оно танкует, пацаны, исключительно, знаете, чем? Маской. Хотя, казалось бы, она не слишком-то уж и большая, но иногда залетает в маску, и ты слышишь дебильные непробития. Особенно, когда что? Правильно, когда ТВП-5051 играет против вас. Вряд ли вы такое слышите, когда вы играете самостоятельно на этом танке. Итак, радиус обзора неплохой 302 метра, урон в минуту 2653, и на фоне КД в 23 секунды барабана это кажется реальным мега топовым. Пацаны, как он выдает этот барабан? Полторы секунды между снарядами, это настолько круто. А плюс ко всему, пацаны, у этого танка есть еще топовое сведение и точность. Как по мне, изумительная точность ТВПшки делает, наверное, половину успеха нанесения дамага. Итак, снарядов 4, среднее пробитие 254, кумулями 319 и фугасами 55. Средний урон 310, в итоге мы умножаем на 4, получается, в среднем 1200. Если это два танка, например, во взводе, то это 2400-2500. Разброс 0,308, сведение 2,6 вниз у ВН-8. И вот что, что, пацаны, а вот у ВНчиков иногда мне не хватает. Танк достаточно высокий, громоздкий. Тяга-вороженность хорошая, 23 лошади на тонну, скорость поворота башни 43 и корпуса 67. Он юркий, достаточно маневренный, еще и быстрый. Ребята, танк для настоящих статистов. Охрененно можно доигрывать катки, если ты умеешь добирать, например, шотных и менять, например, фланги. Ну что, пацаны, то, ради чего мы все тут собрались. Конечно же, бои. Народ, и, кстати говоря, заметьте, что самые топовые бои с нами случаются вообще неожиданно. Ты никогда заходишь в бой, ты не ожидаешь, что вот сейчас я буду тащить, и сейчас у меня будет 6, 7, 8, 12 тысяч урона. И, собственно говоря, я тому не исключение. Я просто думаю, сейчас поеду на СТ-фланг, и дальше что-то, возможно, из этого получится. Очень сильно надеюсь, что нас тут кто-нибудь прикроет, например, ПТ-САУ какая-нибудь там, например, бабаха тоже, да? Но толку от союзной бабахи иногда не хватает, потому что она вечно косит. Эта вражеская бабаха залепляет тебе в пиксель, а вот союзная, как обычно, стоит либо ФК, либо стоит, не попадает. Ну вот и как начинается бой? Пацаны, буду останавливаться, сорян. Еще плюс ко всему, еще напрягает то, что там Йох, хороший игрок. Там еще и Т110Е5 наверняка умеет играть. И как бы все вот это вот в итоге в совокупности дают какую-то неуверенность от катки. Ты просто примерно предполагаешь, что раз вас тут всего лишь двое, то вряд ли кто-то еще приедет помочь, потому что все уже вот на корабле. Ну вот скажете, что точность у этого танка нету? Изумительная точность. И вроде бы бабаха, посмотри, какую вертуху кидает на 900, забирает 215-го у противников. И кто бы мог подумать, что 183-й вражеский приедет на первую линию на СТ-фланг. Самое тупое, что можно было бы сделать от команды противников, это послать свою бабаху, блин, на первую линию. Ну, я больше чем уверен, что он сделал это самостоятельно. Ребята, как можно на бабахе ехать вперед? Бабаха, в чем прикол танка бабаха? В том, что он стоит в кустах и никогда не знаешь, когда он кинет в тебе плюху на 1000-1200. И посмотри, залетает плюшки, но, к сожалению, когда ты заряжаешь голду, вылетает и 240, и 250. И поэтому, как бы, милипидрическая альфа, конечно же, напрягает. Здесь, ребята, самое главное понимать, что там есть еще гриль 15-й, где он стоит, я понятия не имею. Я, насколько помню, он стоит на своей излюбленной позиции для ПТ. Вот он, да, засветился, но получать от него тоже не хочется. А что нужно делать грилю, чтобы пробить ТВП? Ничего, просто, вот просто посмотреть на меня и нажать на кнопку выстрела. Все, в любом случае, в любых раскладах он пробивает мой танк. Т110Е5, по большому счету, ну, если мы с вами делаем вывод, что он во взводе с нормальным, адекватным, знающим, по крайней мере, игру человеком, то, наверное, он не глупый. Но действует он весьма нерешительно. Я, кстати говоря, не посмотрел его статистику, но вот тут, пацаны, косяк, да. Тут мой косяк, вот три из четырех беда этого танка, пацаны, особенно если у тебя нету достаточного опыта игры на нем. Ребят, и вот здесь, вот я вам, я вам отвечаю, вот что вот здесь, после того, как я сейчас, думаю, выдам еще один барабан, все, я готов уже был идти в ангар, думаю. Ну, 2 800 есть, плюс сейчас там, может быть, косарик еще кинул, ну, как бы 3 800, там 4 будет, бог с ним. Но, чтобы так закрутились события, я хочу насладиться вот этим вот моментом, потому что он действительно кайфовый. Что должно было произойти, чтобы здесь, ну, то 2 СТ. Ну, вы просто вдумайтесь, здесь два средних танка. Йох, ну, 624 у него ХП. Ну, даст он свои там 800 урона, но все равно это не особо-то нам должно, по сути, помочь. Да, там 2 ПТшки, да, там 2 Бабахи стоят, что-то ждут. Но вы знаете, Бабахи, они там 300 раз могут не попасть. Уже продавили направление ТТ, вы видите, что они уже около нашего Респа, 2 ТТ около нашего Респа. У нас уже сдох Е-75, Фош сдох и Шеридан сдох. Ну, смотрим развязку. У меня 14 секунд, я так полагаю, что у Шкоды Т-50 сейчас полный барабан. По-моему, там сколько, 3 снаряда, да? Смотрим. Ха-ха-ха, повезло, пацаны. Да я не спорю, что и мне тут везло. 600, пожалуйста. Все, он первым не попал. И два других он выдал в меня. У меня 900 ХП. Как я пробил, пацаны, в красный, я не представляю просто. Ну и будет ли Василий Александрович добирать танк? Нет, не будет. Блин, что может пойти не так? Ну, просто объясните мне. У Шкоды, блин, сейчас фулл барабан будет. Здесь приезжает Центурион на фугасах, блин, который принимает мой танк. Его фугасы принимают везде. Ну, просто везде можно пробить. У меня 20 секунд КД. Вот как, пацаны, важно знать КД барабана. И посмотрите. Ну, вот я, конечно, не хочу говорить, что я такой мега крутой. Профессионал. Но я реально предпринял самую, наверное, разумную попытку выйти. Вот, по крайней мере, из этой ситуации в плюс. Как, что бы вы сделали вот в данный момент? У тебя 12 секунд, у него 7 ХП. Ну, давайте будем честными, пацаны. Вы сейчас напишите комментарий. А я потом почитаю, что каждый из вас бы сделал. Ну, конечно же, нужно брать, пацаны, его на таран. Ну, конечно, ну, нужно брать чувака на таран. Все, у меня большая глупость у Центуриона, что он не поехал вместе с ним, вместе с Шкодой Т-50, забирать мой танк. Боже, ну как было круто все сделано. Я, пацаны, вот честно, честное слово, я не хочу ни в коем случае говорить, какой я крутой, какой я молодец. Но мне данная ситуация понравилась. И тут я такой думаю, я что-то могу, блин. Я что-то сейчас сделаю. И думаю, ну, надо попробовать вытащить. Хотя там реально хороший игрок остался, там реально хороший ПТ-САУ на гриле. Вот, и, ну, ладно бы, если бы там какая-то ПТ-ха, знаешь, была, типа, там, а-ля, бутылочный какой-нибудь 704-й, которого можно было бы закрутить, да. Да и то, блин, 600 хп, я в шокны. И еще и забирают его. Ребят, чтобы вы понимали, никогда в жизни не получится, по крайней мере, вот в наших с вами боях, в нашей с вами действительности такого, что гриль-15, ну, как мы обычно видим в реплеях, что гриль-15 сейчас вдруг становится АФК. И на своем вот этом вот респе, вот в своих вот, в этих вот кустах он так же благополучно и отлетает. Нет, они приехали вдвоем сюда. Сколько, спросите вы, снарядов у Йоха? Да хрен его пойми, сколько снарядов. В любом случае Йох забирает меня. Сзади приезжает гриль, который, я честно, я не представляю, что там с грилем, потому что он просто какое-то время сначала стоял, смотрел. Он даже дулом не на меня смотрел, вы видели, но он стоял вообще в сторону, куда-то смотрел. Может быть, у него пинг, хз. Это первые тысячи. Я не знаю, чем танкует ТВП, пацаны. Вот иной раз, ну, я лично могу только догадываться. То есть, если у него 300, мы понимаем, что чисто теоретически, если повезет, он нас не забирает, да? Смотрим, что будет дальше. А у меня 4 снаряда, мне нужно по нему выдать, ну, примерно, наверное, ну, типа, там, 2 раза в лучшем случае. Ну, вот, потому что 310 среднего, ну, типа, 620. 295. Сзади гриль, я напоминаю. У меня ничего другого не остается, как ехать на месье Йоха. И вот тут что? И тут, ну, просто посмотрите, как круто. Ну, не согласны ли вы с этим? Я думаю, заряжу-ка я фугас. И хрен там в глаз, блин. Почему? Да потому, что у него противоосколочный подбой оказался. А я просто, судя по тому, как он себя ведет, я думаю, блин, а мало ли он не знает, что это такое, не поставил. 6500 урона, ребят. На кону затащенная катка. И, чувак, на Йохе, если ты посмотришь этот бой, я честно могу сказать, что мне, вот, в PvP с тобой реально повезло. Я это не скрываю. Наша с тобой замечательная игра, она именно этим и славится. Что вот эти вот плюс-минус кольфе, плюс-минус вот эти вот пробить и не пробить, в итоге дают подгорание, ну, в данном случае твоей заднице. Извини, ты сражался, как лев. Ну, вот гриль пятнадцатый, который, ну, я считаю, не слишком, наверное, умно поступил, или умно, что стоял и ждал и смотрел, пока со мной там, или, не знаю, я разделаюсь с Йохом. Он должен был вкатить, и все, у него сколько, у него хп было, ребят. В итоге 4 хп, тут я думаю, ну, а что делать? Ну, вот таким вот образом я его и забрал. Ну, концовочка прикольная, ребят, и мне самое главное, на самом деле, было противостояние с Йохом, потому что, ну, гриль, судя по тому, как он тебя вел, ну, не внушал доверия. В итоге, первый знак классности у меня на этом танке, мастер. Шесть с половиной тысячи настреленного урона, затащенная каточка, и еще я получаю, пацаны, дист с какого-то хрена вообще от Алексея 86-го года. Вот он на Центурионе. Я не знаю, чем я тебе не угодил, 44-процентный профессионал, но, наверное, пацаны, он действует примерно по тому же принципу, что я и на стримах. Пацаны, я считаю, вот доказательство того, что я остался не против ботов, да, то есть, ну, вы понимаете, что человек, ну, минимум, слышал что-то об игре, да, там, 2000 среднего, 70% побед, твинк, не твинк, я хрен его знает. Ну, судя по тому, что средуха 2000, наверное, не совсем твинк, ну, типа, просто обычно твинки такие жесткие, они там имеют средний уровень чуточку повыше, но, может быть, просто один из аккаунтов, его дело, игрок хороший, факт, факт. Дальше, пацаны, я просто хочу посмотреть, против какого гриля я остался, 315, 47% дает 119 урона. Ребята, ну, я осознаю, я прекрасно осознаю, что здесь не без доли везения, но наша команда-то тоже отличается, да, профессионализмом. 220 на шерике, 45% и 500 урона на бабахе, Е-75, ну, пацаны, не единого синего игрока в команде. Ну, тут вот фош зеленый и я, и все, остальное все белое, ребят. Давайте просто ради интереса посмотрим. Фиолетовая красота. Так, тут зеленый, зеленый, синий, ну, боев мало, но я думаю, что все равно он тоже может прикинуть, что к чему, да, тем более играя с хорошим игроком во взводе. Ну, и раз белый, два, ну, и, как мы видели, три. Ну, то есть, как бы где, когда-то вы видели, пацаны, хоть какой-то баланс? Нету баланса. Ну, что ж, я надеюсь, пацаны, что этот бой вам понравился, вы оцените меня по достоинству. Ну, а если ты хочешь вкачать ТВП 50-51, 100 тысяч миллионов раз подумай, потому что танк в реализации реально сложный. И после того, как я, например, взял на него мастера, я не думаю, что я буду делать стримы по ТВПхе. Ребят, только если это будет не заказной стрим, либо же это не будет танки на то, чтобы я выкатил на один бой. Народ, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк, ну, и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока.